На библейский портал «Экзогет» поступил вопрос. Умерла некрещенная мама. Может облегчить ее участь моя молитва за нее? Это, конечно, трагедия. Это трагедия очень серьезная, большая. Некоторые говорят, что это вина дочери или сына. Но как же ты, будучи верующим человеком, ходя в церковь, посещая ее, не смог крестить свою самую близкую родственницу, свою маму? Как же ты теперь будешь жить? И очень на многих это ложится очень тяжелым грузом. Мы должны, конечно, прекрасно понимать, что все-таки каждый человек в этом смысле отвечает за себя. И крестить насильно нельзя. А заставить веровать и тем более нельзя. Поэтому в том случае, если вы приложили какие-то усилия для того, чтобы проповедовать, в том числе и в своей собственной семье, своей собственной родной маме, Евангелие, если вы постарались привезти ее в храм, если вы постарались в особенности в последние дни жизни пригласить священника для того, чтобы, может быть, уже при смерти, находясь, человек изъявил свое согласие на крещение и на прочищение святых христовых тайн. Но если этот человек, ваша мать, отказалась сознательно от этого, то тут вам винить себя нечего. Но вопрос состоит не в этом. Вопрос состоит в том, а каким образом ее участь может облегчить уже наша молитва, человека некрещенного участь. Мы знаем прекрасно, что с Господом там, в Царстве Божием, в Царстве Небесном будут только люди, которые признавали его, которые добровольно решили следовать за Христом и в этой жизни, и в жизни будущего века. Человек, отказавшийся от этого, не нашедший для этого времени, сил, желания, конечно, неестественно, если его насильно туда пригласят. Ему там будет, если можно так выразиться, некомфортно. И тем не менее, какова участь такого человека? Мы на самом деле до конца не знаем ни о блаженстве будущего века, ни о страданиях тех людей, которые отвергнуты от этого блаженства или сами от него отказались. Это великая тайна. И, как говорит апостол Павел, мы видим сейчас это, как сквозь тусклое стекло, гадательно, в гадании. Вы, наверное, знаете, как именно в гадании использовались зеркала или тусклое стекло, через них метались какие-то тени. По этим теням люди, которые выдавали себя за прорицателей, пытались предсказывать будущее. И, конечно, все это было очень туманно и ненадежно. И вот апостол приводит именно это сравнение. Мы знаем о жизни будущего века, знаем о блаженстве праведных и мучениях грешников только как сквозь тусклое стекло, только в гадании. Там мы увидим уже лицом к лицу. И вот гадать о том, каким именно образом тот или иной человек, очень конкретный человек, там принят или не принят Господом, мы не можем до конца. Мы можем только сказать приблизительно. Как в гадании, как сквозь тусклое стекло. Да, нехорошее место. Да, это не место с Авраамом, Исааком и Иаковым. Это не место там, где находятся преподобные Сергий Радонежский, святитель Николай Мирликийский или другие великие святые нашей церкви. Но где конкретно, мы сказать, все-таки не дерзаем. Это воля Божия. Поэтому облегчить участь мы можем скорее все-таки не молитвой, тем более не в христической молитвой. Мы не имеем права просто человека насильно тащить в храм уже после того, как он скончался, после того, как он умер. И во время божественной литургии поминать имя человека некрещенного, пусть и очень близкого вам, такого как мать или отец, во время литургии поминать, конечно, не следует. Милость нельзя. Там поминаются только люди верные, только люди верующие, о которых мы достоверно знаем, что они принадлежали церкви и выразили свое согласие на принадлежность церкви. В данном случае, конечно, этого сказать нельзя. Что можно сделать? Можно сделать, в первую очередь, то, что привлекает милость Божию. А милость Божию привлекает наша милость. Милость к кому? К тем людям, которым эта милость нужна. То есть к несчастным, к убогим, к больным людям. Очень часто приходится встречаться с таким вопросом, что сделать за некрещенного родственника, можно ли помолиться или записочку подать. Подойдите к человеку, нуждающемуся. Как правило, в нашем окружении всегда такие есть. Не надо их искать, не надо далеко ходить. Просто оглянитесь по сторонам. Кому-то нужно принести продукты к престарелому человеку, за кем-то подмести в квартире, в которой живет одинокий человек. Кому-то еще что-то нужно сделать. Если уже, вопреки моим словам, вы не найдете где-нибудь поблизости человека, которому нужно помочь, подойдите в любой храм и скажите, я хочу принять участие в работе вашей группы, которая ухаживает за больными. Или за престарелыми, или за теми людьми, которым нужна помощь. Дайте мне адрес этого человека. Вам с большим удовольствием дадут адрес такого человека. И, сделав доброе дело для него, может быть, самое минимальное, или, может быть, достаточно большое, скажите так, «Господи, прими это дело и за мою усопшую маму, которая не сподобилась святого крещения в этой жизни, но прими и за меня тоже». И Господь примет и за нее, безусловно, любое доброе дело. Примет, конечно, и за вас, и вам тоже будет и большое облегчение, и некоторая заслуга, которая вам очень пригодится, когда в свою очередь и вам придется предстать предстрашным судом Господа. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok